Ла Либератион, Франция, диалог для подготовки мира на Украине Антуан Оржаковский Либератион, Франция 13 июня 2019 года Каковы цели сформированы в 2018 году Комиссии Правда, Справедливости и Примирения между Россией и Украиной при посредничестве Европейского Союза? Стоящие у истоков этой инициативы Бернардинский колледж, Париж, Киево-Могилянская академия, Украинский католический университет, Львов, и Ассоциация Мемориал, Москва, пришли к выводу о том, что дипломатические переговоры в Минске не дали ощутимого результата и число жертв российско-украинской войны растет с каждым днем Более 13 тысяч погибших, сотни тысяч раненых и несколько миллионов беженцев к июню 2019 года Поэтому они положили начало трехсторонним встречам свободных, компетентных и признанных деятелей, которые готовы вести диалог по самым болезненным темам российско-украинского конфликта Помимо политической составляющей, она играет большую роль, но носит конъюнктурный характер Было выделено три структурных причины конфликта Травматические и исторические представления Недостатки в религиозных структурах и болезненные концепции суверенитета Три первых заседания комиссии проводились в 2018-2019 годах в Париже Киеве и Кане по трем этим темам и завершились подписанием общих документов полусотни интеллектуалов из России, Украины и Западной Европы Сейчас задача заключается в том, чтобы напрямую заняться вопросом оккупированных территорий Крыма и Донбасса А также предложить воюющим сторонам решения для выхода из кризиса в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе Выбранный партнерскими организациями метод опирается на вовлечение гражданского общества в достижение позитивного мира Что серьезно отличает его от дипломатических переговоров, которые рассматривают мир как стабилизировавшееся соотношение сил Наука позитивного мира предполагает, что ненасильственные акции, демонстрации, бойкот продукции, петиции, должны сочетаться с процессом строительства мира, формирования коалиций, просветительская работа с привлечением активистов, переговоры с властями, с целью трансформации конфликтов на личном, культурном и структурном уровне В отличие от дипломатических переговоров, на которых сталкиваются официальные позиции, тактика строительства позитивного мира заключается в создании уровней доверия, доступных в рамках находящего в состоянии конфликта общества Сначала формируются группы близости, которые включают в себя самых разных людей из элиты конфликтующих стран У этих групп должны быть опытные модераторы, которые способны предлагать консенсусы, обеспечивать вовлеченность каждого и проводить собрания на своих условиях В отличие от логики стратегического мира, динамика превентивного мира основывается на познании с опорой на реальный, то есть открытый диалог, в рамках которого каждый способен слушать и преодолевать агрессивный или враждебный настрой Он нацелен на формирование групп, которые сплочены принципами неагрессивного поведения и совместными интересами, отвечающими потребностям представляемого ими населения Далее, эти группы занимаются распространением вокруг достигнутого доверия, в частности с помощью СМИ и социальных сетей Их цель – охватить самые широкие слои общества, а также наиболее влиятельные политические круги Таким образом, основная цель комиссии – задействовать российское и украинское гражданское общество для продвижения мирного, устойчивого и комплексного регулирования российско-украинского конфликта Которая отвечает общим потребностям и интересам Украины и России, а также для снижения растущей напряженности между Россией и Европейским Союзом с помощью целого ряда скоординированных действий Составление учебников истории методом перекрестных рассказов Мобилизация СМИ для борьбы с гибридной войной Просветительская работа для формирования критических взглядов и знакомства с правовым государством Законопроекты для возвращения общества на демократический путь Международное политическое давление для освобождения узников совести Международные экономические санкции для проведения на спорных территориях новых референдумов под эгидой ООН и ОБСЕ Инвестиционный план в охваченных конфликтам регионах в обмен на подписание мирных соглашений Комиссия определенно не может добиться этого в одиночку Именно поэтому ее главная цель заключается в том, чтобы придать заметность этому горизонту мира с помощью ответственных СМИ и мудрых дипломатов Она способствует формированию взаимовыгодной альтернативы нынешнему порождающему конфликт и противостоянию между подчеркивающими свой суверенитет национальными государствами Пресс-релиз третьего семинара Комиссии «Правда, справедливости и примирения между Россией и Украиной в ассоциации с Европейским Союзом» Соблюдение норм международного права с опорой на всеобщие ценности справедливости и защиты прав человека требует незамедлительного прекращения войны, которую ведет Российская Федерация на Украине Концепция суверенитета с опорой на восприятие нормативного права как соотношение сил, которую продвигает российская власть, противоречит принципам демократии правового государства, основанных на правосудии и защите человеческого достоинства Участники семинара рекомендуют не восстанавливать право голоса Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Совета Европы до тех пор, пока она продолжает нарушать нормы международного права, в том числе Европейскую Конвенцию по правам человека Поддержать резолюцию Европейского Парламента о режиме европейских санкций в сфере нарушения прав человека, которая была принята в марте 2019 года Эта резолюция предполагает введение санкций в духе закона Магнитского в отношении официальных лиц и олигархов, которые нарушают права человека Следовать рекомендациям Международного фонда открытый диалог о применении закона Магнитского в мировых масштабах Сформировать форум для диалога между гражданским обществом Украины и Россией, который должен работать на постоянной основе, в том числе в сети интернет Участники семинара призывают отстаивать эту концепцию демократии правового государства путем интеллектуальных и этических усилий с опорой на европейские ценности Развивать политическую и просветительскую деятельность для укрепления иммунитета европейского гражданского общества против правого и левого популизма Национального эгоизма и попыток оказать разрушительное влияние на коллективное сознание Добиться осознания задач коллективной безопасности как ключевой миссии в борьбе с гибридной войной Создать в рамках Совета Европы комиссию правды, справедливости примирения с целью обновления списка и осуждения преступлений тоталитарного коммунистического режима А также содействие в отходе от империалистического наследия Привлечь внимание профессиональных юристов и журналистов к необходимости сформировать эффективный механизм для привлечения к ответственности СМИ и физических лиц Которые занимаются созданием и распространением фальшивых новостей Чтобы сеять национальный и религиозный раздор, а также расовую ненависть Создать механизмы международной, гражданской и уголовной ответственности за нарушение международных соглашений Мы требуем незамедлительного освобождения Олега Сенцова, находящихся в тюрьме украинских моряков и всех политзаключенных Создание в рамках Совета Европы единого реестра с указанием всех случаев нарушения прав человека по образцу и принципу составленного в ФРГ реестра преступлений в ГДР Наша комиссия и ее российские и украинские участники намереваются продолжить работу на благо справедливости и мира От России, 1 Людмила Телень, журналист 2 Никита Петров, историк, Ассоциация Мемориал 3 Анастасия Кириленко, проживающая в Париже российская журналистка 4 Игорь Эдман, проживающий в Германии российский социолог 5 Надежда Кутипова, юрист и экологический активист из Щелябинска, получила убежище во Франции от Украины, 1 Евгений Хлебовицкий, эксперт по СМИ на Украине, 2 Константин Сигов, философ, преподаватель Киева-Могилянской академии, 3 Григорий Коваленко, философ, ректор Открытого православного университета Святой Софии от Европейского Союза, 1 Паола Гафурини, представитель фонда Открытый диалог, Брюссель 2 Антуан Аржаковский, Антайнер Яковский, историк 3 Борис Райтшустер, Борис Рейчустер, немецкий писатель и журналист, бывший корреспондент в России 4 Николя Тензи, Ничелос Тензер, политолог 5 Сисиль Весье, Чичили Ваисе, преподаватель Ренского университета 6 Галина Акерман, писатель, журналист 7 Жульен Веркей, Юлиан Верчуэйл, экономист Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Редактор субтитров А.Семкин